Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 19 июля, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студии его ведущий Ярослав Голобор. Валютная пара евро-доллар. В условиях полного отсутствия новостного фона из еврозоны спрос на пару заметно снизился после резкого ее укрепления накануне, но уже с открытием американской торговой сессии волатильность торгов по данной паре может возрасти. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как по мере укрепления котировок пары открытые интересы и объемы торгов заметно выросли. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает увеличиваться, но сегодня можем наблюдать незначительное охлаждение рынка. Котировки пары в очередной раз пришли к уровню 1.1510, но лишь фиксация котировок под отмеченным уровнем поддержки позволит рассчитывать на более мощное их ослабление. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. После резкого увеличения волатильности торгов накануне волатильность снижается, но это также обусловлено и полным отсутствием публикации важных макроэкономических отчетов из Великобритании. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как несмотря на повышенную волатильность торгов, однонаправленного ценового движения нет. К тому же, несмотря на рост объемов торгов, открытый интерес сократился. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает увеличиваться, но уже сегодня можем наблюдать снижение этой динамики. Пробой области поддержки 1.300-1.3010 отменит бычий сценарий. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. По мере ослабления котировок пары под психологический уровень поддержки 1.2600, спрос на нее заметно вырос. Это также обусловлено и замедлением темпов роста цен на нефть, что в свою очередь снижает уверенность инвесторов в канадском долларе. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объема торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще превышает средние показатели за месяц и полгода, но и сегодня торговая активность может оставаться повышенной. Учитывая рост торговой активности покупателей под уровнем 1.2600, риск развития коррекционного роста продолжает увеличиваться. А сейчас перейдем к экономическому календарю. В США будет опубликован отчет по изменению объема выданных разрешений на строительство, в то время как Канада отчитается по изменению объемов производственных поставок. Но трейдерам также необходимо уделить внимание данным по запасам нефти в США. Неожиданное их увеличение способно оказать существенное давление на нефтяные котировки. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Субтитры создавал DimaTorzok «Фибагрупп» «Фибагрупп» – ваша финансовая группа поддержки. «Фибагрупп» «Фибагрупп»